Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов, и сегодня у нас лекция «Как не быть жертвой и побеждать в конфликтах». Приблизительно такая тема лекции. На самом деле, я очень четко взял и разделил оба данных пункта, по крайней мере, потому что я для себя очень в таких вот смутных представлениях отмечаю какие-то сходства между двумя этими пунктами. «Как не быть жертвой и побеждать в конфликтах» для меня это очень разные вещи, как минимум. Потому что можно победить в конфликте, выставив себя жертвой, например. Ну, вы понимаете, да, так женщины нередко. Женщины, христиане и коммунисты так очень часто делают. Да. Так вот, ввиду этого, ввиду этого, важно, в принципе, разделить, да, «Как не быть жертвой и побеждать в конфликтах». Я замечу, что не я сам составлял тему для данной лекции, ее составил донатер. Спасибо большое, Хэппи Москвато. Огромное вам спасибо. В общем-то, благодаря вам эта лекция состоялась. И если вам интересен один из двух пунктов, в общем-то, вы можете сразу, в общем, взять или ставить, например, наполовину, или смотреть вот как-нибудь жертвой сразу, либо как побеждать в конфликтах. То есть, как захотите, так и смотрите, уважаемые. Поехали. Отмечу, что в данном случае лекционный вопрос задан по довольно специальным темам, на специальности которых я не претендую. А моя дисциплина не так хорошо освоилась в этих областях, хотя и имеет большой потенциал именно в этих вопросах. Я буду отвечать с точки зрения моей дисциплины, ортодексологии, хотя многие методы не имеют пока что основательной проверки. Заведомо предупреждаю, чтобы не возникало каких-то казусов. Более того, ввиду этого ссылок на источники не будет, так как я собираюсь делиться многолетним опытом своей работы, а не анализировать чужие труды. Безусловно, результаты моей деятельности могли бы быть дополнены со стороны разных дисциплин. Психология, конфликтология, социология. Но так как я не являюсь специалистом ни в одной из них, то вынужден обойтись без отсылок к данным дисциплинам, по большей части. Рассчитывая прежде всего на то, что у меня появятся ученики с уклоном в эти специальности, которые будут развивать ортодексологическую методологию в разных руслах. Было бы неплохо. Мы разделим лекцию на два вопроса. Как не быть жертвой и как побеждать в конфликтах. Неожиданно, да? Вопросы представляются мне разными по направленности и интенции. Вопрос, как не быть жертвой, это прежде всего вопрос о внутренних качествах человека, то есть вопрос о его отношении к действительности и окружению. Вопрос же, как побеждать в конфликтах, это уже вопрос о взаимодействии между индивидом и другими людьми. То есть вопрос о вашем поведении и техниках решения конфликтов. Если вопрос о жертвенности решается внутренними усилиями, преимущественно внутренними усилиями, преимущественно замечу, да? подчеркну, я здесь не написал преимущественно, вот здесь вот четко, преимущественно внутренними усилиями, то вопрос о конфликтах это вопрос вашего поведения. Это социальный вопрос, это вопрос как, что такое побеждать в конфликтах? Это значит, что наверное большинство людей признали, что вы победили в конфликтах. То есть я мог бы свести все тоже к внутренним усилиям, мол, вы можете победить в любом конфликте, просто считая, что вы в нем победили. Причем, да, можно так делать, но это тогда такая чистая психология будет, и никакой очевидной победы перед вами не появится. Что на самом деле крайне печально, как вы понимаете. Поэтому, с одной стороны, у нас вопрос психологического характера, жертвенность, и с другой вопрос конфликтологического, социального, политического, может быть, отчасти характера. Это вопрос о нашем поведении, о нашем поведении в обществе, конкретно в обществе и так далее, и так далее, и так далее. Более того, мы будем акцентировать внимание на ортодоксологии, особенно в первом вопросе, во втором меньше. Так уж получилось, что ортодоксология и социология, ну, не очень хорошо объединялись пока что, не вижу я точек объединения. Давайте начнем с основы, как не быть жертвой. Скорее всего, мы будем думать о некоторых состояниях жертвы, когда человек ощущает свою собственную слабость и беспомощность. Но на него влияют те или иные мнения. Вообще, многие состояния привязываются к некоторым мнениям. Да, ортодоксология начинается, ортодоксология, она базируется на неком таком утверждении, что все есть мнение в той или иной степени. Оно базируется на убеждении, в кавычках, на самом деле не на убеждении, на методологии, которая описывает мнение, их работу, их взаимодействие. Поэтому я, как ортодоксолог, буду обращать внимание исключительно на мнения и методы работы с ними. Так вот, наш внутренний мир пронизан мнениями. Они влияют на наше самочувствие и состояние, на наше настроение, на наши эмоции, которые мы так или иначе воспроизводим. А эмоции и самочувствие, все это как бы отчасти тесно связано. Я не буду говорить о тотальной привязке, мол, плохие настроения вызывают там какие-то смертельные болезни там или что-нибудь вроде того. Я здесь говорю не совсем про то. В целом, в целом, какие-то неправильные или какие-нибудь темные злостные мнения могут способствовать развитию у вас, например, депрессии, допустим. И ваше самочувствие теперь всегда будет плохим. Какие-нибудь мнения, там мнение о романтической любви может привести вас к длительным страданиям, которые приведут к депрессии. Длительные тоже. Может быть, даже до конца вашей жизни эта депрессия сохранится, и вам будет вообще очень-очень плохо. Тем более, некоторые психологические заболевания, они активируются после определенных событий, определенных мыслей, определенных эмоциональных состояний. Ввиду этого, косвенно мнения, даже не косвенно, прямо в цепочке причин, мнения занимают очень важную позицию на пути к психологическим разным заболеваниям в том числе. Это необходимо, конечно же, тоже учитывать. То есть, мнения, они здесь находятся в определенном особом положении. Ортодоксология предлагает методологию, которая позволяет работать над мнениями и изменять их на более комфортные. Интересно. Начнем с того, что мы должны отыскать предрассудки, мнения, догмы, которые заставляют нас считать себя жертвами. Ну, так, вы понимаете. И мы начнем, безусловно, с самого абстрактного уровня, и это христианская культура. Ну, а с чего нам еще начинать? Мы живем в христианской культуре? Да. С христианской этикой? Ну, во многом, да. Мы, европейцы, подвержены многим элементам христианской культуры, которая по своей сути является культурой жертвы. В центре христианства находится фигура Иисуса Христа, который буквально принес себя в жертву и страдал ради всего человечества. Христианство – культура жертвы, а потому каждый правоверный христианин стремится к тому, чтобы уподобиться Христу, хотя бы в метафорическом смысле. И пройти через свою жизнь, страдая ради других людей. И воспринимая страдания, как на самом деле нечто должное, что ли, да. Христианство – это такой путь мазохизма. Прошу прощения, христиане, надеюсь, вас это не обижает. И я пытаюсь объяснить людям, которые не понимают христианскую идеологию, как это на самом деле выглядит. Ну, в общем, такой путь мазохизма. Когда человек сам себя бьет, сам себе вокруг, ну не сам себе, благодаря другим людям, да, для того, чтобы помочь другим людям, сам себе в убыток действует. И при этом сам же страдает, но учится относиться к этому страданию достаточно смело, так скажем. Учится принимать страдания, пропускать их через себя. Это проявляется в разных аспектах жизнедеятельности христианина. Любовь, дружба, брак, отношения, родительство, работа и во всех остальных на самом деле. Все желательно пронизывать некоторой жертвой. Если любовь, то со страданиями и жертвенностью по отношению к партнеру. Если ребенок, то все ради него. Даже если это уничтожает тебя, и может быть даже и ребенка изнутри. Христианская культура учит жертвовать собой ради альтруизма. Даже когда это не является необходимым, и даже когда это может пойти во вред человеку, ради которого вы жертвуете неожиданно. То есть вы жертвуете во многом даже ради жертвы периодически. Ну, например, вы можете избаловать своего ребенка из самых благих побуждений, из самых альтруистичных. Но избаловать его настолько, что вы ему жизнь поломаете, например. То есть вы никогда не знаете, насколько хороши и полезны будут ваши позитивные поступки, которые вы делаете. И это на самом деле во многом страшно. Большинство не самых умных людей как раз из таких христианских побуждений, они творят условно зло. То есть так получается, что вот они думают, 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 а как было бы лучше. Они хотели как лучше, а получилось как всегда. Из самых благих и самых добрых побуждений, еще и собой пожертвовав, и еще себе навредив, еще там избавившись от какого-то количества ресурсов, времени, очень сильно постаравшись, все равно получается какая-нибудь ерунда. Обычная ситуация в нашем мире на самом деле. Так вот, такой подход формирует привычку приносить себя в жертву даже в самых безобидных ситуациях, что разрушительно влияет на людей, в том числе и нерелигиозных, но оказавшихся под активным влиянием христианства. Все европейцы так или иначе находятся под активным влиянием христианства. Даже европейский атеизм, он во многом пронизан влияниями христианства. Отрицать это все крайне трудно. Христианские ценности в атеизме присутствуют в современном, именно научном. Так что спорить-то здесь особо и не с чем. Первым делом мы должны изжить все христианские мнения, если мы хотим перестать чувствовать себя жертвой, конечно же. Мнения, которые так или иначе приводят нас к жертвенности. Оказывается, что не обязательно любовь приносит боль. Оказывается, что дети это далеко не всегда мучения и страдания. И не обязательно отдавать всего себя за то, чтобы ребенку было максимально хорошо. Оказывается, что можно не жертвовать ради друзей своими деньгами, не помогать им даже в тех ситуациях, когда они очевидно неправы. Сколько же проблем решается, если мы только работаем над одними мнениями христианства? Заметьте, да? Мы абсолютно освобождаемся от ряда фундаментальных и довольно жестких вещей, которые раньше нас сдерживали, которые раньше нас мучили, которые раньше доставляли нам проблемы. И христианство, конечно же, я не оцениваю его максимально плохо, но если Бога нет христианского, то, конечно, все, что делает христианство, на мой взгляд, большая часть христианства негативно. Христианство абсолютно отвратительно, абсолютно аморально, абсолютно ужасно, если Бога нет. Если Бог есть и он установил такие правила, хорошо, окей, пусть будет так, я согласен, хорошо. Если таковы правила инициации и проверки для того, чтобы поступить в итоге в рай, хорошо, пусть будет так. Но если Бога нет, на мой взгляд, все, что делает христианство, это ужасно. Начиная с семи грехов смертных, каждый из которых ничтожен, абсолютно ничтожен. То есть, ну вот испытал гнев, ты уже согрешил. Да вы что, да вы серьезно? Вкусно и хорошо и сытно покушал, ты уже согрешил. То есть, ты уже не окончательно прав, тебе есть в чем покаяться вообще-то. Проявил тщеславие, а все люди тщеславны, по большей части, согрешил. В той или иной степени тщеславны. Проявил гордыню, а все люди в той или иной степени горды. Ну вот, соответственно, тоже согрешил. Постоянно грешишь, что не сделаешь, постоянно грех. Там, не знаю, переспал с девушкой, грех, прелюбодеяние, грех. А почему? Непонятно, ничего тебе не объяснено. Брак надо обязательно почему-то заключать, и потому есть прелюбодеяние. Хотя кому? Ну нафиг. Кто сейчас это может воспринять каким-то серьезным грехом? Я, честно говоря, не до конца все это понимаю. Для меня вопросы христианской морали, они скорее, ну такие, они рациональные. Абсолютно нерационализируемые и абсолютно вредные, что самое главное. То есть, вот моя любимая категория это чревоугодие. Потому что у чревоугодия есть два аспекта. Много поесть и вкусно поесть. Хорошо, наслаждаясь поесть. Если вы испытываете много наслаждения от еды, вы уже как бы греховны. А если вы поели значительно больше, чем вот ваш голод требует. Ну вот если вы вот взяли, голод свой утолили и съели еще больше намного, уже грех своеобразный получается. Мне все это кажется очень странным. И очень темным, очень мрачным на самом деле, если так подумать. То есть, христианская этика, почти что бы вы ни сделали, объявляет это грехом. И всегда заставляет вас становиться в статус жертвы. Всегда заставляет вас думать об этом. Всегда заставляет вас следить за собой. Блин, а не много ли я съел? А не много ли я здесь девушек перетрахал? Или еще что-нибудь вроде того. То есть, вы задаетесь теми вопросами, которыми человек, не обремененный христианской моралью, живущий хорошо и никому не вредящий по большей части, задаваться он ими скорее всего не будет. Ну поел много и поел. Ну там переспал с несколькими девушками и переспал, например. Ну разгневался, разбил там кулаком деревянную дверь, например. У меня такое было в детстве. Ну и разбил, ну и бывает. Ну разъебал дверь, ну починил дверь. Все, конец. Конец истории. Никаких больше переживаний. Все, дверь разбита, новая поставлена. Ты уже об этом забыл и тебя ничего не волнует. Нет, если ты христианин, неплохо было бы об этом еще вот исповедаться, всем рассказать, как ты неправильно поступил. Что ты вообще вот такой вот, вот такой вот какой ты есть, человечный. Что ты греховное существо создания. Думать о своей греховности постоянно. Да, я бы заметил, что в христианстве много таких упаднических мотивов. Прежде всего человек живет в теле. Тело является греховным автоматически. Избежать всех грехов невозможно. Попробуйте постараться. Христиане сделали все. Чтобы в рамках своей этики сделать так, чтобы каждый человек был греховен. Ему приходилось очень много работать над своим совершенством нравственным. То есть, это практически невозможное задание. Какие-нибудь там только суперсвятые могли добиться таких вещей. Какие-нибудь вообще единицы среди огромного количества людей. Ну и как вы понимаете, уровень сложности выполнения вот этих нравственных постулатов, он почти нереален, в общем-то. И ввиду этого вам все равно придется страдать, испытывать упаднические отношения. А вместе с упадническими отношениями, вот этими вот настроениями, в смысле упадническими настроениями, вас ждет еще и возможность приписать себе статус жертвы. Пострадающие люди любят такое. Следующая группа мнений связана прежде всего с отношениями и любовью. У меня есть несколько статей по поводу любви. И христианская любовь вырастает из античного Агапе. То есть, это любовь жертвенная. Когда мы приносим себя в жертву любимому, принижаем свои интересы, пытаемся сделать любимому хорошо, когда нам самим от этого плохо. Такое устройство отношений, когда мы живем не в христианском уже обществе, в постхристианском, оно мне кажется крайне разрушительным. Особенно, когда институт брака уже порушился, мы сразу же берем и делаем слишком много, строим себе какие-то эталоны, идеалы людей, заменяем реального человека, какой-нибудь искусственной его копией воображаемой, в нее влюбляемся, а потом вот эти наши представления не соответствуют действительности. И мы очень сильно расстраиваемся на этот счет, и мы много пожертвовали, потому что перед нами какой-то был якобы эталон, а на самом деле это не эталон нифига. На самом деле это может быть даже обычный, обыкновенный, ничем не примечательный человечек. В общем, вы понимаете, я думаю, все из нас любили и все из нас страдали когда-то. Именно эта любовь постепенно трансформируется в еще более ужасную форму любви, любовь романтическую. То есть любовь ужасных, отвратительных, абсолютно пошлых поэтов-романтиков, которая легко может существовать в состоянии страдания ради страданий и жертвы ради жертвы, чтобы писались более глубокие стихи на базе крайне печальных ощущений. То есть поэты это используют для того, чтобы... Ну вы поняли, да? Писать красивые стихи. Вам это не нужно. Вот если вы не пишете стихи, не надо, не лезь сюда, оно тебя сожрет, друг. Не надо. Романтическая любовь исключительно вредоносная вещь, исключительно отвратительное, завышающее требование, кстати, отношения людей друг к другу. То есть девушки ждут романтической любви, что их будут возвышать, их будут боготворить, и они сами будут возвышать и боготворить. То есть создание идолов на пустом месте, переоценка друг друга тотальная, и вы так друг друга любите, и ты такой хороший, замечательный, добрый и красивый, ты такая хорошая, замечательная, добрая и красивая. А вот тебе букет цветов, а вот тебе мои стихотворения, а вот тебе мой... Ладно, прошу прощения. В общем, вы понимаете, в чем основная проблема, да? Романтическая любовь сразу задает колоссальную планку в отношениях. Просто вжух она поднимается тоже до нереальных масштабов. И еще одна проблема, которая заключается в том, что вы, ожидая этих масштабов, можете принять обычные ухаживания за романтические. То есть, допустим, молодой человек хочет вас просто чпокнуть, он там цветы берет и, может быть, где-нибудь стихи в интернете скачивает там и пишет. Я вас люблю, но я бешусь, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А потом в письме пишет, что у него 106 девушек было. А, профит, 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 профит. Вы поняли. Отсылку, надеюсь, да? Ну, всякое бывает. У всех всякое бывает, короче. Так вот, так вот, важно, в принципе, понимать, что вот когда у вас есть завышенные ожидания и у вас есть надежда на то, что вот когда-нибудь эта любовь произойдет, вы ненароком можете принять обман, ложь или просто какое-то неспецифическое поведение за вот это вот самое. Вот как будто бы этот человек проявляет к вам романтическую любовь, и вы такой или такая. Ой, боже мой, вот я наконец-то дождалась, я дождалась этой любви, я дождалась этого человека, как хорошо, как замечательно. Да я теперь жизнь за него отдам. А на самом деле это какой-нибудь среднестатистический алкаш, бомж, негодяй, там, вор в законе, убийца, там, я не знаю. Ну, или просто обычный челик, которому, ну, очень-очень-очень хочется куда-нибудь пристроить своего маленького Джонсона неожиданно. Ну, всякое бывает, вы понимаете. Вот этот вот подход с романтической любовью, тотально разрушительная штука, в том числе для отношений между людьми. Для брака, кстати, крайне разрушительная штука, потому что она на самом деле недолговечна. Ну, даже самым глупым людям не очень свойственно страдать тупостью больше двух-трех лет. То есть очень трудно себя обманывать более двух-трех лет, чтобы вы понимали. Разочарование, скорее всего, произойдет рано или поздно. У более умных людей сразу, у более глупых людей чуть позже. И неожиданно более глупые они, более умные, они сразу такие просекают. Если у них есть романтические предрассудки, они просто к себе мало кого подпускают, так скажем. И они долго такие думают, 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 и всех подряд бросают по очереди и не дают себе никому приблизиться. От этого, кстати, тоже страдают. У них тоже статус жертвы себе применяется и так далее, так далее, так далее. То есть, пока у умных есть романтические предрассудки, они просто быстрее, у них большая текучка возникает в романтических отношениях. Они быстро отсеивают партнеров потенциальных. А более глупые могут поддерживать, в общем-то, отношения на протяжении двух, трех, четырех лет, при этом находясь под иллюзией романтической любви. Но, к сожалению, это все равно рано или поздно разгадывается. Но просто оказывается, что вот там через три года муж начинает вас, например, бить жестоко, там, головой об табуретку, допустим, или об пол, или железный, бетонный, или какую-нибудь другую еще, другую стену, да, или еще что-нибудь делать с вами. И вы начинаете понимать, что перед вами не тот романтичный рыцарь, которого вы представляли себе в ваших мечтах, и что перед вами просто обычный чухан. И, в принципе, если вы складывали с ним отношения по-другому, может быть, он даже и бить бы вас не стал, но как-то так все получилось нехорошо. И вы на него кричали, и вы с ним ссорились, и большие требования к нему предъявляли, и он то же самое делал. И в итоге все дошло до драки, и стало крайне неприятно. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. И закон о домашнем насилии сразу применять оказывается надо уже. А все из романтической любви, на самом деле. Ну, да ладно. Вот. Еще раз подчеркну, что для такой любви характерны высочайшие ожидания от партнера и от самого себя, что неминуемо ведет к разочарованию. Во-вторых, эти высочайшие ожидания всегда обречены на провал, а потому приведут к страданию. Романтическая любовь – идеальное изобретение для того, чтобы примерить на себе статус жертвы. Кстати, я замечу, что во всем этом виноват Платон. Вообще, во всем виноват Платон. Заранее, да, давайте отметим. Во всем виноват Платон. Всегда. Всегда и во всем виноват Платон. Смотрите на какую-нибудь чепуху, такую нравственную ерунду, которая у нас в мире творится, это, скорее всего, Платон. В европейском мире, конечно, да. Какая-нибудь ерунда в теории познания – Платон. Какая-нибудь там, не знаю, реалистка. Материализм вот этот вот с универсалями – Платон виноват, короче. Куча идеалистов, которые скрываются за маской материалистов – опять Платон виноват. Вот, вот Платон. Всегда виноват Платон и во всем. В романтической любви неожиданно тоже виноват Платон. Платон придумал идеи и идеалы. Идеи – это идеальные сущности тех или иных предметов, и не только предметов, и людей, которые существуют в неизменном мире. У каждой чашки один идеальный прообраз, у каждой тарелки один идеальный прообраз, и все идеальные прообразы. Все это, вся материя, весь материальный мир, все конкретные чашки стремятся к этому идеальному прообразу, к идеалу, так скажем. И, в принципе, вот эта вот тема с идеалом и стремлением к идеалу, что есть какой-то недостижимый идеал где-то в мире идей – это идея Платона. И во всем этом виноват он. Когда речь идет об искусстве, виноват Платон тоже, да, когда кто-то стремится к идеалу, хотя никакого идеала вроде бы нет, непонятно, что значит идеал в искусстве, и по каким критериям его оценивать, тоже не до конца понятно. Но он как будто бы есть, да, он как будто бы есть, и как будто бы к нему надо стремиться, а те, кто стремится не к нему, а, например, к другому идеалу, всех их надо гнобить, потому что они действуют не поистине. В общем, куча непонимания из этого получается, и в романтической любви та же самая проблема. Мы создаем из людей идеалы, эталоны, идолы. И есть определенный идеальный образ нашего романтического партнера, и нас, наш образ, как нас, как мы к себе применяем романтические партнеры. Мы сами, да, мы сами, как романтический партнер, у нас тоже есть идеальный образ для самих себя. Мы представляем себе идеальную женщину, какой она должна быть в идеале, в идеале, да, вот должна быть. Какими мы, как партнеры, должны быть в идеале. Оба образа тотально недостижимы. И всегда будут вызывать разочарование при особо внимательном рассмотрении. Все. Это ужасно. Ну как это ужасно? Это ужасно в том плане, что это не рабочая система. Она не пашет. Она и в искусстве плохо работает, она и в реальности плохо работает. А в отношениях она работает прямо разрушительно. В эпоху романтической любви браки стали распадаться значительно быстрее, так скажем. И способ выстраивать отношения по типу романтической любви, на мой взгляд, самый невозможный и самый обреченный на провал способ. Легче выстраивать отношения, например, на эросе. Ну, вам нравится секс с кем-нибудь? И в принципе этого уже может быть достаточно для хороших отношений на протяжении многих десятков лет, может быть даже двух-трех десятилетий. Вот прям, ну прям, ну клевый секс. Ну ты прям, ну клевый. Или на бытовой почве выстраивать отношения тоже вполне возможно. Но, к сожалению, к сожалению, опять же романтическая любовь поднасирает, здесь все портит. Потому что вот у вас там, не знаю, отношения с хорошим сексом или отношения с хорошим там бытовым человеком, который вам деньги дает с работы. Или вы наоборот там выполняете какие-то домашние обязанности с этим человеком и не более того. И у вас все как бы, у вас система взаимодействия хорошо выстроена. Ну, блядь, вы большего хотите. Вы хотите вот этой обоссанной, ужасной романтической любви, которая все испортит. То есть вы будете искать этот эталон, вот эту там даму какую-нибудь, вот эту прекрасную, таинственную, такую необычную, такую незнакомку, такую классную. И в итоге себе жизнь еще раз поломаете. Пока у вас есть предрассудки романтической любви, вы всегда будете оказываться в состоянии вот жертвы, по крайней мере, в области любви. Вот мы и столкнулись с двумя мнениями, которые максимально пытаются привязать нас к состоянию жертвы. Мы пропитаны и пронизаны этими вещами. С одной стороны, христианская этика и культура, а с другой романтическая любовь. Они взаимно пытаются уничтожить наше позитивное самочувствие и заставить быть жертвами и страдать. Более того, у вас ввиду многих факторов могут появиться мнения о себе, которые обычно называются низкая самооценка. Имея низкую самооценку, можно жертвовать собой и желать себе всего самого худшего, и приносить себя в жертву, и ухудшать свою жизнь, и ухудшать свое настроение, и вообще себя ненавидеть и презирать. С теми группами мнений, которые отвечают за вот это вот, мы тоже вынуждены работать, мы тоже вынуждены их поправлять, потому что иначе конец. Мы выделили ключевые мнения, которые могут влиять на то, что вы сами пытаетесь поставить себя в положение жертвы. Теперь, зная об этих мнениях, может быть даже и о многих других, у вас дальше следующий процесс должен произойти таким образом. Вы должны отрефлексировать то, что я сейчас сказал, и отрефлексировать ваше собственное состояние, найти те мнения, которые реально влияют на то, что вы ставите себя в статус жертвы. Потому что это не всегда христианство и не всегда романтическая любовь. Запомнили, да? То есть христианство, да, религия жертвенности, одной великой жертвы, так скажем. И действительно, христианская культура очень сильно повлияла на все вот это вот, прям максимально сильно. Но это не всегда может быть применимо конкретно к вам. Проработайте это хорошо, продумайте, прорефлексируйте, пропустите через себя. Посмотрите, в каких ситуациях вы ставите себя в статус жертвы, какие мысли этому предшествуют, какие мнения на это влияют. Отработайте эти мнения, и может быть дальше будет лучше. Так вот, теперь, зная об этих мнениях, необходимо их с одной стороны опровергнуть, по крайней мере для себя опрокинуть. Ну вот, вот вы не христианин, допустим. Если вы христианин, я как бы не требую от вас отказываться от христианской методологии. Заметьте, да? Для вас статус жертвы это нормально обычно. Это обычное нормальное дело. Поставить себя в статус жертвы, нас христиан обижают, нас опять убивают эти евреи, нас опять убивают эти мусульмане, нас опять все убивают, нам ужасно. Опять эти атеисты врываются в наши храмы, танцуют, там какой ужас. В общем, ну нормально, короче, христиане так обычно и делают, это очень по-христиански, в общем-то, было бы. Но если вы не христианин, начинаем, да? Как опровергнуть христианские всякие культурологические вещи? Ну, давайте посмотрим. Вот вы не христианин, у вас есть какие-то нравственные моменты от христианства. Вы, например, ну тотальный альтруист. Какова польза тотального альтруизма, в котором вы жертвуете самим собой, если вы не христианин? Кто вам за это отплатит после смерти? Да никто на самом деле, никакого бога нет. А если и есть, там, Шива, Вишну или кто-то другой, они совершенно про другие вещи обычно, да? Они совершенно не за то вас будут благодарить и совершенно не за то вам будут, в общем, преференции какие-то выдавать. Ввиду этого вы можете себе заключить, что ваша, вот конкретно вот эта, вот христианская мораль, вот та часть христианской морали, которая внутри вас есть, она излишня. Ну то есть, вот вы не пытаетесь, вы пытаетесь есть, вы пытаетесь не есть много, не потому что вы не хотите потолстеть, да? А вот потому что, Бог так сказал, ну потому что так сказали в церкви, что много кушать вот нехорошо. Вот плохо много кушать, много и вкусно кушать не надо, не надо, короче, воздерживаться нужно от этого, умеренным быть в еде. Если вы, как бы, поэтому и не едите, то это проблем. Блин, если у вас есть какие-то там другие причины, не есть много, кроме того, что вы от этого толстеете, вы не хотите толстеть, допустим, ну, такое тоже может быть, да? Может быть, вы хотите потолстеть, тогда кушайте. То это тоже можно изолировать. А зачем? А почему? А зачем, а почему быть альтруистичным? Особенно к плохим людям, особенно к людям, которые мне не нравятся. А зачем быть альтруистичным к людям, которые не относятся к моей конкретно, не знаю, к моему сообществу, к моей семье, к моим друзьям и к моим знакомым? Зачем мне быть альтруистичным в данном случае? Мне за это ничего, собственно, не будет. Мне никто за это не поможет. Может быть, я даже и навредить им у меня получится, потому что я вот, например, не очень в этой теме разбираюсь. То есть, изолируем это мнение, все. Мы его опровергли лично для себя. Вот мы не христиане, и вот у нас есть какие-то моральные предрассудки. Никакой объективной морали тогда, наверное, нет вне Бога. Я себе, я, честно говоря, представляю себе в качестве вот этого объективного морали вне Бога каким-то фэнтези. Ну, карма, ладно, объективная мораль может быть кармой, допустим, еще. Есть подобные системы, которые действительно антологизируют разные моральные аспекты нашей жизни. Окей, хорошо. Но в чистом виде я себе все это представляю тотальным кринжом, который невозможно доказать, по крайней мере, потому что у нас есть огромное количество разных обществ и сообществ, в которых люди ведут себя по-разному. И в разные классы людей, там, например, и крестьянин, и дворянин, у них разная мораль, разная этика, и кто-то может из них убивать, кто-то не может убивать. Причем по разным абсолютно причинам. Кто-то смерть, а кто-то господин. Господин может бросить вызов другому господину убить его, или крестьянина может убить, если тот взорвался, например. И так далее, так далее, так далее, так далее. Тут вариаций на самом деле много. То есть, в принципе, нет ни одного такого морального утверждения, которое бы объективно существовало во всех обществах, и во всех сообществах, во всех классах, и так далее, так далее, так далее. То есть, это все довольно частные моменты. То есть, если и не может дворянин кого-то убить, то такого же дворянина, такого же дворянина, там, боярина, и, ну, государя, собственно, не может убить, потому что по иерархии он ниже, допустим. Ну, и вот то же самое, например, с самураями. Самурай, в принципе, может обычного там какого-нибудь рабочего, так, ну, встал на дороге, пошел вон, пошел вон, и кота ему голову срубить. Более того, с другим самураем при определенных ситуациях он тоже может драться и убить его, соответственно, может. Вот как-то так, а господина убивать нельзя, господин, он, ну, как бы повыше уже будет, понимаете, да? Даже если господин сделает что-то ужасное, нехорошее, вот господин все равно лучше, с господином надо аккуратнее. Так вот, так вот, вот вы опровергли внутри себя какие-то мнения моральные. Мы сейчас про объективную мораль поговорили, что как будто бы она где-то там какая-то особая, важная существует. Ну, если вы не христианин, и если у вас нет религиозных предрассудков, и вы при этом взрывомыслящий человек, мне кажется, вы так считать просто не будете, потому что это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, с этим ничего невозможно сделать, это больше похоже на довольно примитивную выдумку, причем именно христиан, христиане хотят, в общем, взять, христиане хотят взять и объективировать мораль даже вне христианства. Но для чего они это делают? Для того, чтобы доказать, что Бог есть. Понимаете? Понимаете, в чем фишка? Христиане хотят видеть мораль объективной, потому что тогда мораль будет еще одним аргументом в пользу того, что Бог есть. Они делают от обратного теперь ход. Если раньше был ход такой, что есть Бог, и Бог дал нам определенные моральные убеждения, которым мы должны следовать неожиданно, то теперь они делают от обратного. Они пытаются доказать объективную мораль, чтобы подтвердить, что Бог нам ее когда-то отдал, потому что она объективна, понимаете? Есть что-то в мире объективное в области морали, и вот оно в Библии у нас такое же. Да, кринж. Да, да, кринж, да, кринж, короче. И почти всегда это звучит крайне неубедительно. Ни один аргумент в пользу объективной морали не является сильным. Ни одного сильного аргумента я никогда в жизни не слышал. Все они контрятся очень просто. А с другой стороны, можно заметить другими мнениями, которые могут оказаться куда полезнее в контексте избавления от чувства жертвы. Скептицизм и ортодоксология здесь помогают довольно хорошо. Методология начинается с осознания проблем и выделения конкретных мнений, которые оказывают на вас негативные влияния. После эти мнения прорабатываются размышлениями и переходят в состояние забвения. Их также можно заменить на более удобные. Например, романтическую любовь на Эрос или Филию, например, что тоже интересно, да, проводить с кем-то время. Не обязательно... Я бы даже сказал, что Филия это тоже очень прочный способ связать двух людей. То есть, Филия привязан... Ну, не привязанность, а желание быть вместе, желание находиться вместе. Это дружба, так скажем. Это дружба и любовь и так далее, так далее, так далее. А низкую самооценку вполне просто можно заменить хорошим мнением на себе. Просто перестанете обращать внимание на свои недостатки, обращайте внимание на свои достоинства. Обращайте внимание на то, в чем вы, собственно, хороши. Вы прекрасно рисуете, вы хорошо спортом занимаетесь. У вас, не знаю... Вы интересные стихи пишете, у вас хорошо фотографии получается делать. Вы отлично играете в доту. Обращайте внимание на все самое лучшее и хорошее. И пытайтесь действительно думать о себе несколько выше, чем вы думали раньше. Потому что, как бы там ни было, если вы в итоге в депрессию упадете или будете вставать в статус жертвы, это несколько повысит ваш адаптивный потенциал. Иметь хорошую самооценку, даже если вы не так хороши, как вы о себе думаете, куда лучше, чем иметь плохую самооценку и быть талантливым человеком. Талантливый человек с низкой самооценкой, он крайне неподвижен, у него меньше шансов на успех в разных областях, он меньше пробует, он меньше решается на разные авантюры интересные в бизнесе, не бизнесе, в своих делах, во фрилансе и вообще в работе. И, соответственно, его ждет меньшее количество всяких проб, вот он меньше будет пробовать что-то делать. И ввиду этого он меньше будет побеждать. Человек с хорошим мнением о себе и с хорошей мотивацией будет побеждать просто чаще, скорее всего. Ну и проигрывать будет чаще, но и в итоге будет все же побеждать. Лучше быть таким человеком, да, лучше иметь завышенное мнение о себе, чем заниженное. Смиритесь с этим. Лучше быть горделивым ублюдком, чем скромняшкой, в общем-то. Скромняшка, он почти всегда и везде, он проигрывает. Просто потому, что он даже пробовать не будет, потому что он скромный, ну куда ему там, ну куда этому скромняшке, в общем-то. А человек, у которого великое самомнение, как у маэстро Панасенкова, у него путь большой, у него вариаций много. Он может претендовать на высочайшие какие-то сферы. Я вообще просто замечу, что большинство поэтов, писателей и философов, это были очень высокомерные ублюдки. Ублюдки в юмористическом контексте, конечно. Это почти все, без исключения эти люди, это были люди, у которых было очень высокое мнение о самих себе, о своих достижениях, о своих идеях. И они хотели спорить с самыми лучшими людьми своего времени, с другими такими же гордецами. И они пытались их опровергать, и все они думали, какие они классные и замечательные. В общем, если вы хотите претендовать на что-то более-менее неплохое, вам нужно лучше иметь завышенную самооценку. Лучше иметь завышенное мнение о себе, это просто более продуктивно. Как ни странно. Проблема заключается в том, что мы с большим трудом смогли бы провести здесь многочисленные методы избавления от всех конкретных мнений, которые могли бы сделать вас жертвой. За исключение... Это исключительно ваша работа. Раба. Вы должны отыскать все мнения, которые влияют лично на вас, по тому или иному вопросу. Осмыслить их, а после изолировать от себя, либо даже заменить новыми. Все это постепенная работа, которая требует много времени. Притом до вашего личного времени, не времени моего, я не буду вам лично все это объяснять, разжевывать. Вы должны сами все это прочекать. Должны все сами у себя в голове это отметить. Продумать, понять, что это либо ошибочно, либо очень сомнительно. Ну, например, христианская мораль у атеиста. Ну, это очень сомнительная вещь для вас. И вам нет никакого смысла ее даже оправдывать. Если вы атеист, и у вас куча всяких христианских этических постулатов, не надо их оправдывать. Пусть это делают за вас христиане. Пусть они вам доказывают. Вы без основания сейчас находитесь. Понимаете, да? Если вы атеист, у которого христианская мораль, вы просто находитесь без какого-либо основания для того, чтобы ее иметь. Пусть вам ее докажут сначала, прежде чем она начнет наносить вам какой-то вред. Потому что пока она вам вред наносит, она вредоносна для вас. Вам это нужно? Я не знаю. В целом, мы, люди, можем управлять своими мнениями, если достигнем определенного уровня рефлексии и научимся сомневаться. Благодаря этому можно получить возможность конструирования многих своих личных качеств, а также отношений как к миру, так и к себе. Состояние жертвы является лишь частным случаем на этом пути. Не забывайте исследовать книги с практиками с многобесконечности, а также учиться разным формам контроля, которые могут помочь вам в изменении собственного внутреннего мира. Смотрите стримы, задавайте вопросы. Я всегда рад, в общем-то, вас, друзья, выслушать. Задавайте вопросы в личные сообщения мне. Я почти всегда с тем или иным опозданием отвечаю. Я отвечаю людям, которые культурно и прилично задают вопросы. Ну, по крайней мере, не «Эй, ты мудак», но хотя бы «Здравствуй» или «Здравствуйте» или «Привет, у меня тут такая проблема». И я обычно помогаю, даю источники, даю какие-то советы, даю книги, рассказываю по разным все вопросам, в том числе по таким могу консультировать. И если у вас какие-то большие психологические проблемы, я сразу замечу, что я не буду с вами работать, я сразу вам скажу, куда вам обратиться. Но, чтобы вы понимали, что я не буду работать с каким-нибудь человеком с очевидным заболеванием, если вдруг что, да. И вот я вижу, что у человека, ну там, шизофазия откровенная. Я, скорее всего, ну, он не понимает, что я ему говорю и не может понять и не может сам с собой работать. Я не буду вешать ему лапшу на уши, мне это, собственно, не нужно. Все советы такого рода, они бесплатные, я на этом ничего не зарабатываю. Ну, если что, обращайтесь, пока что у меня не так много зрителей, у меня есть время, я могу вам помочь. Так вот, человек – это конструктор мнений, который при желании можно составить многими способами. Не обязательно поддаваться трендам своей эпохи. Можно сконструировать себя таким, каким захочется. Большинство параметров вашего внутреннего мира легко меняются, а вместе с ними меняются и многие аспекты жизни. Я замечу слово «большинство». Я выделяю слово «большинство». Для всех критиков, для всех завистников, для всех людей, которые не умеют читать, здесь слово «большинство». Я не говорю слово «все». Все параметры нашего внутреннего мира легко меняются, в этом я и сам не уверен. Но, в принципе, на себе я знаю, что большинство параметров меняются. Теперь следующая подтема. Как побеждать в конфликтах? Поехали. Начнем прежде всего с того, что победа в конфликтах – вещь, во-первых, социальная, а во-вторых, субъективная. Обеспечить стопроцентную вероятность победы в любом конфликте невозможно, но повысить эту вероятность достаточно легко. Здесь я попытаюсь дать советы, которые могут помочь при разных конфликтах, но заранее я считаю, что конфликтов в жизни желательно избегать. А при возможности приходить к примирению. Ну, я как стример, к сожалению, питаюсь конфликтами, и в моем случае это довольно грустная ситуация, я бы не хотел вступать в конфликты со всеми теми людьми, с которыми я вступил, так получилось, конфликты. Но, к сожалению, да, я тот человек, который питается конфликтами, это контент, это материалы. Не делайте как шадов, в общем, не делайте как шадов, если вы не стример. Лучше конфликтов избегать, особенно избегать конфликтов с теми, кто у вас сильнее. Более социален, более социально устойчив, более силен в социальной сфере. А-та-та, короче, а-та-та. С ними конфликтов лучше не надо добывать, делать. Особенно, если за вашей спиной нет более сильных персонажей, или хотя бы сравнительно мощных. Так вот, но если конфликт произошел, то мы уже давайте попробуем повысить вероятность вашей победы, вероятность того, что вы выйдете сухим из конфликта. Во-первых, я вам рекомендую исходить из наиболее популярной или авторитетной позиции. Популярная позиция обеспечит вам одобрение толпы. Авторитетная, например, научная обеспечит одобрение уважаемых специалистов. Ну или авторитетная, например, христианская, религиозная, православная в России может обеспечить вам уважение некоторых, там, не знаю, религиозных людей. Крайне трудно победить в конфликте, если вы исходите из какой-то неодобряемой позиции, потому что у людей обыкновенно происходит негативная эмоциональная реакция, когда они встречаются с инакомыслящим. Что будет проявляться и при решении конфликта? Исходя из популярной или авторитетной позиции, вы можете сразу же задать тон для оппонента и вашего окружения, а после стыдить оппонента тем, что его позиция не соответствует мнению общества и авторитетов. Типичная, на самом деле, штука почти в любом конфликте, так что, ну, пользуйтесь, если захотите. Во-вторых, необходимо поддерживать то эмоциональное состояние, которое в данном сообществе котируется как доминантное. Неожиданно, да? Например, если сообщество сидит в доминантном, видит в доминантном агрессивное поведение, то проявляя максимальную агрессию и гнев, вы сможете показать свое превосходство. Что, например, может сработать на улице при конфликте с каким-нибудь отдельным хулиганом. Вот, например, на вас нападает гопник. Есть закурить, а? А? Есть закурить? Слышь, ты, ублюдок, нахуй пошел отсюда, мразь! И все. Пока. Чувак в шоке будет просто от этого. Ладно, я шучу, на самом деле. Это была сильно странная ситуация. Но если вы видите, что гопник у вас физически слабее, конечно, так можно сделать. И, скорее всего, конфликта не будет, если он слабее. Если он сильнее, он вас побьет. Он проявит еще большую агрессию и победит. Но, с другой стороны, чтобы побеждать в таких вот агрессивных вещах, вам придется, ну, подкачаться, боксом там позаниматься, немножко единоборства какие-нибудь попроходить. И тогда можно уже так отвечать, и тогда вы уже будете на агрессии, и тогда вы будете уже доминировать. В одних обществах вот будет доминация, вот победа, вот победа в конфликте. А кого-то побить, кого-то унизить, кого-то обозвать, вот для кого-то это уже будет победой. В некоторых сообществах, с другой стороны, есть сообщества, которые догматически считают, что эмоцией доминантности является спокойствие, ну, там, безразличие, что-то вот такое вот. Так, например, устроено академическое сообщество. И в таком сообществе лучше вообще не проявлять эмоций, а вещать свои тезисы и жалобы максимально спокойно. А если ваш оппонент выйдет из себя, ууу, это почти автопобеда. Неожиданно. Это, конечно, тоже глупый стереотип, что там кто спокойнее, тот и прав, кто спокойно излагает свои аргументы, тот молодец, а кто эмоционально это делает, тот дурак. Это все глупости, на самом деле. Но вот в определенных сообществах принято именно так. Никак это обосновываться не будет, никем это обосновываться не будет, это просто как бы такая морально-этическая, как бы, я не знаю, устройство. Важно довольно четко понимать доминантное настроение. Потому что в разных сообществах они могут быть абсолютно разными. Где-то допускается горячая и насыщенная эмоциями речь, а где-то требуется полное спокойствие и проявление эмоций будет считаться поражением. Также очень важно, следующий пункт, изучайте общество, в котором вы выступаете. Всегда есть табуированные высказывания и смыслы, которые лучше не проговаривать. Притом эти высказывания могут иметь довольно случайный характер и догадаться, что то или иное высказывание запрещено оказывается практически невозможно. Например, в российском обществе запрещены разные положительные высказывания в адрес национал-социализма или эфебофилии. Несмотря на то, что многие русские близки по взглядам к национал-социалистам, например, национал-большевики, некоторые националисты с левым уклоном и прочие такие ребята, они достаточно близки к национал-социалистам по ряду фундаментальных вопросов. А наши предки были по современным меркам, ну, собственно, эфебофилами. Неожиданно, да, то есть почти все традиционное общество, это общество эфебофилии, когда, в общем, брали замуж в жены, в жены, да в жены их замуж брали подростков. То есть там мальчику могло быть 12 лет, а жене 16, или жене 12 лет, а мужу 50. То есть все это как бы в традиционном нашем русском обществе, да и вообще почти в любом традиционном обществе допускалось неожиданно. А вот по современным рамкам, вот как-то это уже вот там 14, это уже жестко, да, 16, типа, пойдет, но все равно с неодобрением на вас будут смотреть. Как на Светова, например, вот у Светова была 16-летняя девушка, все педофилом теперь все называют, и вот легендарный педофил, ужас. При том, что ваши, конкретно ваши предки, предки тех людей, которые называют Светова педофилом, у них, скорее всего, там, в жены, жены были там 12-летние, 14-13, может быть. Ну, как-то так. То есть, да, как-то вот получилось с ФБ Филией довольно интересно. Напомню, кстати, дебаты Лоуренса Крауса, которого я, кстати, не очень люблю, как, в общем, да, сиентиста, мне не нравится его, в общем-то, позиция, не нравится, как он ее излагает, вообще все не нравится, что он делает. Но там был интересный один момент. Он разговаривал с мусульманином и выступал в защиту инцеста, если при этом имеет место контрацепция, то есть, если зачатие ребенка сведено к нулю. В принципе, если подумать, то большинство физиологических проблем инцеста решаются, да, контрацепцией, неожиданно. И, в принципе, если никакого бога нет, если никто нам не мешает этим всем заниматься, почему бы и нет? Но он навлек на себя неодобрение не только слушателей мусульман, но и слушателей атеистов, потому что многие атеисты, им свойственно христианские предрассудки, и для них... Ой, господи, да какой инцест! Боже, упаси! Боже, упаси меня атеиста от инцеста! В общем, понимаете, даже с контрацепцией. Как-то так. Как-то так. То есть, в принципе, здесь Лоуренс Краус озвучил вроде бы точку зрения... Да, ожидаемо, что эта точка зрения вызвала бы неодобрение, если знать вот ту структуру, где он это все произносит, вот тех людей, перед которыми он это говорит. Было очевидно, что это вызовет неодобрение, но если вы не живете в этом обществе, и, допустим, в вашем обществе есть контрацепция, и практикуется инцест, вы можете сразу не понять, что это как-то... Как-то это нельзя такое говорить, и что, скорее всего, вы проиграете в споре, если это скажете. Вы понимаете, да? То есть, есть определенно неочевидные вещи. Ну, и, например, со Феби Филией, ну, там, не знаю, вот... 16-летняя девушка, которая выглядит как 20-летняя, 25-летняя. Вот вы испытываете к ней некие чувства эротического, филического, там, я не знаю, характера. Может быть, даже характера Агапы, там, я не знаю, какого-нибудь такого. В принципе, в принципе, в принципе, большинство мужчин способны на Феби Филию в определенных, ну, параметрах. То есть, поздний пубертат, поздний пубертат. Любой здоровый мужчина со здоровой, там, половой системой, с нормальными, там, устройствами, он любит, скорее всего, молодых девочек. То есть, ну, 18 лет, да? Есть даже отдельная порно, вот такая вот вкладка 18 лет, да, 18-летней девушке. Хотя там обычно 20-летние, 30-летние, ладно, бывает 25-летние. Ну, типа, да, такой фетиш на 18 лет. На самом деле, фишка как раз-то и заключается в том, что большинство мужчин, которые вот там вот находятся 18 лет, они там и не против 17, и не против 16. Поздний пубертат для них, для всех, в принципе, сойдет. И, в принципе, для человека, который не понимает, какое отношение в обществе к педофилии, для него было бы очень... Ну, педофилия, Фебофилия, вы поняли, да? Для него это все новость большая. Неожиданно. При том, что большинство мужиков, Фебофилы, большинство мужиков хотят себе молодых самок. Так скажем, молодых самок. Причем, поздний пубертат под все это вполне подходит. Молодая самка, которая выглядит как там, не знаю, 16, 17, 18, 19, 20 лет. Вот так вот, да, где-то вот такой вот объем. Особенно, если там она какая-нибудь акселератка, она вообще может там выглядеть чуть ли не на 30 даже лет. То есть, всякие нюансы могут набраться. И, исходя из этого, да, все равно общественное неодобрение, оно непосредственно произойдет. Людям это не понравится. Но чисто технически человек, который впервые с этим сталкивается, может не понять, а что вообще, блядь, случилось? Стоп, а тут какие-то парадоксы в обществе, да, происходят? Ладно, да окей. Все это и с национал-социализмом на самом деле то же самое. А что? Нельзя любить свою нацию и желать своему рабочему народу счастья, здоровья и процветания? Серьезно? Вы серьезно? Вы? Я что, я не патриот, что ли? Я не люблю свой народ? А национал-социализм, вот он, вот он. Вот социализм плюс национализм. Вот у вас национальный интерес с одной стороны, а с другой стороны социализм. Рабочий класс, рабочая партия немецкая, там вот это все дела. Мы не одобряем национал-социализм, не одобряем те практики, которые в итоге получились, не одобряем Вторую мировую войну и ненавидим Холокост, абсолютно презираем Холокост. Он был, он ужасен, он отвратителен. Но при этом, да, вот человек, который вдруг, да, такой, да, национал-социализм, неожиданно вот подумал об этих словах вне контекста истории. И такой, да, национализм, это же прекрасно, я люблю, я люблю свою нацию, и я люблю свой народ, и я люблю свою родину, и я люблю, я люблю своих рабочих вот этих вот людей. Для него может показаться странным, почему национал-социалистов так не любят на самом деле. Потому что сами-то идеи, они нейтральны по отношению к тем событиям, которые происходили. Я бы так сказал, то есть их можно изобразить по-другому, и поэтому возникают всякие формы национал-социализма с другими названиями, типа национал-большевизм, национал там еще чего-нибудь леваческое, и так далее, и так далее, и так далее. И вот такой вот дух национал-большевистский, скажем, да, он довольно свойственен, например, многим русским. Но если вы подмените слово национал-большевизм национал-социализмом, то есть, да, содержание похожее будет, а неодобрение будет разное. Очень разное неодобрение. То есть вы можете понимать под национал-социализмом национал-большевизм, или под национал-социализмом, ну, что-то доброе, хорошее, светлое, но люди за это вас будут клеймить и будут вас ненавидеть. Неодобряем национал-социализм, кстати, никогда, ни в коем случае, никому не советую, не вступайте, не думайте даже. Все вот эти вот люди ужасно отвратительны, все мы это ненавидим. Ну, вы понимаете, видите, я вынужден все это проговаривать на всякий пожарный, чтобы вдруг на себя какую-то ответственность, в том числе юридическую, не навлечь. Ну, как-то так, как-то так, как-то так, чтобы вы знали, да, если вы вдруг неожиданно, даже будучи хорошим человеком в обществе, почтенным, замечательным, скажете какую-нибудь национал-социалистическую штуку, или проявите очевидную фэбофилию, еще неправильно себя поставите, или принцесс что-нибудь не так скажете, ваш статус может немножко понизиться, и вы можете даже в конфликте проиграть, в том, в котором вы почти точно бы побеждали. Так что советую следить сразу за многими показателями. Во-первых, это поддержание нужного эмоционального состояния в зависимости от ситуации. Во-вторых, очень важно исходить из наиболее популярной авторитетной позиции. В-третьих, не допускать табуированных всяких вещей, если вы хотите победить, потому что табуированные вещи, это очень важно для ваших оппонентов особенно. Если они увидят, они зацепятся за это обязательно. И обязательно вас уничтожат как дешевку. То есть начнут говорить о том, что вы пытаетесь, не знаю, что вы одобрительно относитесь к тем практикам, которые проводил Адольф Гитлер, например. Вы говорите, что вы за национализм и коммунизм. А вам будут вменять то, что вы за Холокост. Хотя вы не за Холокост. Не, одобряем Холокост, коммунизм, национал-социализм и так далее. Существуют разные стратегии. Четвертый пункт. Существуют разные стратегии, которые позволяют победить в конфликте. Притом они опять могут варьироваться от сообщества к сообществу. Где-то сработает уверенная речь, когда человек буквально навязывает свою позицию и посылает в разные стороны лучи уверенности. Например, на политических дебатах это было бы вполне уместно. Где-то лучше говорить спокойно и взвешенно. Где-то можно примерить на себя статус жертвы, кстати. Как это делают христиане, марксисты и женщины. То есть иногда стратегия жертвы может вызвать жалость и привлечь внимание защитников, которые уже переиграют конфликт в вашу пользу. Или, например, собрать... Вы применяете статус жертвы, будучи христианином. Ой, нас христиан вот здесь опять унижают, ненавидят, презирают. И все христиане консолидируются вместе, собираются. У них там солидарность, они выступают против вас. Всей толпой, базируясь на жалости своей. По принципу вот такому. Ну, тоже допустимый вариант. И многие люди этим пользуются. Так вот, пятый пункт, один из самых главных. Пользуйтесь ресурсами, которые дают другие люди. Если у вас есть союзники или товарищи, тогда они тоже могут вмешаться в конфликты. И вам лучше, ну, немножко так настаивать на этом. И самому вмешиваться в конфликты с вашими друзьями и товарищами, чтобы им помогать. Против более слабых, конечно, людей. Чем больше людей на вашей стороне, тем более убедительней будет выглядеть ваша позиция. Что на зоне, что в подворотне, что в научном сообществе. Ну, вопрос, правда, каких людей. В научном сообществе вам реально иметь поддержку именно ученых лучше. А на зоне, конечно, воров в законе, там и других замечательных авторитетов. А в подворотне самых главных гопников. Если у вас есть, друзья, самые главные гопники, ваше мнение, наверное, будет учитываться. Чем больше людей... Видите, как наука, быдло и тюремщики АУЕ очень схожи по некоторым параметрам, как оказалось. Видите? Чем больше людей, лучше людей авторитетных в том или ином сообществе, может стать в той или иной ситуации на вашу защиту, тем проще вам будет победить в том или ином конфликте. То есть вам не нужно быть воробушком-сософобушком. Вам нужно быть очень смелым, очень уверенным в себе, в данном случае человеком, который с друганами тусит. И эти друганы вместе толпой давят на оппонента. Это повысит вашу вероятность победить. Вот так вот. Еще раз замечу, что конфликт это дело социальное. Если речь идет о победе, то это точно социальная проблема. А потому мы постоянно ссылаемся на мнение большинства. Если конфликт личный, только между двумя людьми, то победа будет абсолютно субъективной. И наиболее гладкий исход это на самом деле перемирие. Если же... Ну, потому что вот вы поссорились со своей девушкой, ну, наверное, лучше перемирие устроить, чем всякая вот эта вот фигня. Да и все равно каждый в конфликте один на один, наверное, будет думать, что он прав. И все. И никто не победит. Иногда, если вы представляете себе выгоду для человека какую-то, он может признать, да, я был неправ. Действительно. Или если вы убедите, если вы застыдите его перед обществом, или потенциально у вас будет возможность застыдить его перед некоторым обществом, он может признать, ну да, ну прости, я был неправ. Если же конфликт носит социальный характер, то тут речь уже пойдет о том, кто добудет больше благ из конфликта. А блага предоставляются в данном случае обществом. Никакие аргументы, доказательства, правота, истинность не помогут вам победить в конфликте. Запомните, это все идеалы, это все как бы, это иллюзии. Это не работает, ребята, просто забейте. Можете к этому, конечно, стремиться, но знайте, что на самом деле работают несколько другие механизмы. Люди это нерациональные агенты. Всегда. Даже рационалисты в предельной степени иррациональны. Единственный потенциальный рациональный агент, у которого нет чувств, эмоций, стадового инстинкта и прочих других субъективных аспектов, это искусственный интеллект. Все люди применяют рациональность частично. А степень применения рациональности зависит от ситуации. Поэтому не стоит ждать, что аргументы и доказательства будут всегда работать. Опыт подсказывает, что это почти всегда не так. Люди не будут видеть ваши аргументы, не будут видеть ваши доказательства, просто будут закрытыми глазами так сидеть, мимо ушей слушать, не будут внимательно вас читать, пока у вас нет определенного авторитета, определенного давления, определенной мощи, силы. То есть, если вы бы смогли продавить какого-нибудь человека, ну вот, например, вы какой-нибудь великий там доктор наук, у вас куча всяких коллег, и вас вдруг критикует какой-то обоссанный студент, в общем-то, или аспирант какой-нибудь обоссанный. И вы просто берете и всей коллегии на него топите, говорите, что он дурак, идиот, короче, и выгоняете его из вуза вообще в принципе. И угрожаете каждому выгнать его из вуза, если он начинает против вас какую-нибудь компанию конфликтную. У вас есть ресурсы, вы можете ими воспользоваться, вы можете его уничтожить. Неважно, какие у кого аргументы даже. Уничтожен, просто уничтожен. И все. Человек, не заинтересованный в вашей победе, скорее всего, надавит на вас эмоционально или попытается использовать одобрение толпы, чтобы победить вас в конфликте. Это тоже следует помнить. Из этого следует и следующий пункт. Не стоит бросать вызов тем людям, у которых больше ресурсов, позволяющих выиграть конфликт. Например, вы студент, и есть преподаватель, который вам не нравится. На стороне преподавателя весь преподавательский состав может быть за редкими исключениями. Администрация, университеты и многие другие студенты, которые не будут в открытую показывать недовольство, а скорее всего, попытаются подлезать авторитету, от которого зависит их оценка. Очевидно, да? Это самый выгодный их путь. Какой-нибудь дебил, который там на двойке, тройке, или четверке, или пятерке, не важно на что учится, который никому ничем не помогает, который не важен, от которого не зависит ничего в вашей жизни, или преподаватель, от которого зависит оценка, стипендия и вообще наличие вас в ВУЗе. Потому что, если вы выступите как-то не так, как-то не так себя покажете, вас могут из университета выгнать, например. Хм, интересно, да? За кого же мне быть? За кого же мне быть в данном конфликте? На чьей стороне мне выступать? Ну, я обычно ни на чьей стороне не выступал, на самом деле. Я просто обычно отмалчивался в такие моменты. Ну, вот еще одна стратегия. Да, люди будут либо отмалчиваться, игнорировать ситуацию, либо выступят на стороне, скорее, преподавателя. Только самые близкие друзья поддержат студента, и то, скорее всего, где-нибудь там дома, там в общаге, друг, иди сюда, да, ты был прав, преподаватель не прав, там, поплачь мне в плечо, ты был таким молодцом. А при преподавателе, ну, конечно, вы были правы, это дебил, ну, вообще, конченый, вообще, как бы, я не понимаю. А можно пятерку в зачетку, пожалуйста? Ну, как-то так это будет. Если хотите побеждать в конфликтах с большой вероятностью, то не связывайтесь с более авторитетными людьми, которые без особых проблем вас переспорят в глазах большинства. Все. Это очень простое правило, которое обеспечивает вам победу. Сталкивайтесь всегда со слабыми. Бейте слабых. Хотите побеждать? Бейте слабых. Хотите всегда побеждать в боксе? Берите слабых. Бейте детей. Бейте младенцев, так скажем. Хотите всегда побеждать в дебатах? Деритесь с немыми. Хотите всегда побеждать в конфликтах? Деритесь с теми, у кого нет никакого социального влияния, за которым никто не стоит, в общем-то. Еще раз подчеркну. Никому не интересна ваша правота. Если не предусмотрена никакой ответственности за то, что человек идет против правды, обманывает, клевещет, то и не будет никаких преград, которые помешают кому-то оговорить вас, если вы выбрали неправильного врага. Человек чаще всего будет действовать в пользу своих знакомых и на пользу самому себе. Если вы не представляетесь полезным или товарищем, то не стоит удивляться тому, что вы проиграете. Ваши слова легко переврут, на вас наклевещут, проигнорируют все ваши слова, а ложь вашего оппонента выставят как истину в последней инстанции. Да еще и с многочисленными свидетелями, которые не смогут предъявить никаких доказательств и опирающихся только на слухи. Да, то есть вас могут завалить буквально слухами, от которых вы не сможете отбиться. Как вы будете доказывать, что чего-то там не произошло, если ваш оппонент даже не доказывает, что это произошло. Вас буквально из ничего могут сделать проигравшим и обвинить почти во всех делах, во всех смертных грехах, кроме уголовных преступлений. Любой грех может быть в глазах общества, лечь на ваши плечи. Понимаете? И люди будут полностью уверены в том, что вы совершаете плохие поступки, даже если вы их не совершали. То есть вас буквально могут социально уничтожить слухами, клеветой, всякой чепухой, позициями пугала и так далее, и так далее, и так далее. И убедительность оппонента, она просто будет строиться на его социальном статусе, на его фанатах, на его поклонниках, на его друзьях, и все. Фэнтези. Потому седьмой пункт, главный совет. Необходимо искать сильных коллег и товарищей, ну или самому становиться сильным. И важно, чтобы они могли поддержать вас в трудной ситуации. Победа или поражение в споре или конфликте, это не вопрос доказательств или ума, это вопрос социальной интеграции и наличия определенных знакомств в тех или иных областях. Люди – существа предельно субъективные. Они не собираются оценивать вас по достоинству. Они легко ведутся на слухи и клевету, если образ в их голове соотносится с этой ложью. Людям не свойственно проверять информацию. Они интеллектуально крайне ленивы, но при этом хитры. Так как им хочется сохранить и улучшить свое положение в обществе. Если вы станете, например, президентом, то в России не будет такого человека, в конфликте с которым вы не могли бы победить. Если вы станете ректором ВУЗа, то в ВУЗе не будет такого человека, который бы мог вас одолеть в конфликте. В общем, ищите сильных друзей и сами становитесь сильнее в обществе. Это поможет справиться со многими конфликтными ситуациями и, собственно, управлять конфликтами, а не быть их жертвой. Хэппи Москвато. Большое спасибо за донат. Большое спасибо за заказ игры. Вот вам лекция. Я надеюсь, она будет для вас полезна. Я думаю, она будет для многих, надеюсь, полезна и хоть как-то вам поможет. Всем, друзья, желаю всего самого лучшего и хорошего. Всех вас безмерно люблю и обожаю. Увидимся с вами на стримах. Заходите на стримы. В конце сейчас будет заставка, на которой вы увидите расписание стримов. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok